Приветствую вас. Человек описывает проблему того, что ревнует подругу, хотя она, как человек, ему не нравится, но автор вопроса, с одной стороны, не хочет других, с другой стороны, когда подруга ему пишет, он очень легко откроет. Открывается, уже легко идет на контакт, но после чувствует себя не очень хорошо. Даже испытывает ненависть к добрюке и говорит о том, что, в принципе, легко открываются люди. Из-за чего себя, кстати, тоже ненавидит. Ну, что здесь сказать. Во-первых, это проблематика личных границ. Вы их не чувствуете даже. Этому нужно научиться, с этим нужно работать. Это первое. Так, второе, это, пожалуй, про то, что как будто бы вы нуждаетесь очень сильно в людях. Вот. Без чего чувствуете себя, ну, вероятно, неполноценной, вероятно, одинокой. То есть вам, вот, как бы, с собой не очень комфортно. Вот. И третье, это, собственно, состояние содержания вашей собственной жизни. То есть то, как вы живете. Вот. Судя по описанию вашему, ну, живете вы жизнами других людей. Вот. Вот. Не собой, не своей, как бы, жизнью вы живете. И, в общем-то, ну, отсюда и получается, что вы с теми, кого вы не любите, лишь бы не быть явно, лишь бы не чувствовать себя в подвечном состоянии. Вполне вероятно, что эти люди, в том числе ваша подруга, нужны вам для того, чтобы избавлять вас от ощущения тревоги, от ощущения напряжения, напряжения от боли. Вот. От каких-то еще, может быть, воспоминаний, которые вам не нравятся. Вот. Статься могут, могут быть достаточно, конечно же, разным. И задача, по крайней мере, наша заключается в том, чтобы, пожалуй, научить вас лучше себя чувствовать, научить себя лучше ощущать, замечать, вот, и выражать, в том числе, то, что вам не нравится, то, что вам не получается, то, чего вам не хочется, и так далее, и тому подобное. Вот. Я бы на это, наверное, обратил бы ваше основное внимание. Вот. Вот вы в конце своего текста задаете такой вопрос. Что с этим делать? А что с этим можно сделать? По-вашему? Хочется спросить вас, как вы сами думаете, что можно с этим вообще сделать? Вот. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, если бы с этим можно было что-то сделать там-то, вы бы уже сделали. А значит, самостоятельно вы не справляетесь. А значит, вам нужна помощь. А это психотерапия. Индивидуальная работа. Вот. Где вам необходимо обучиться навыкам конструктивного общения, личным границам. Самоценку свою подкорректировать. Обратите внимание, я сказал, подкорректировать, не повысить. Это очень важное уточнение. Потому что... Самоценку... Самоценку нужно не повышать, на что обычно, мне кажется, нацеленной людям. А, скажем так, корректировать. То есть, в некоторой степени, сделать ее адекватной тому, что вы сами из себя представляете. Дабы она, в смысле, самоценка, не была бы ни завышенной, ни заниженной. Но была, ну вот, такой, какая она есть. То есть, соответствующая вам. Дальше. Не возможно, как мне, по крайней мере, скажет вам, не возможно увидеть, что вы... хотели бы быть на более хорошем, так скажем, счету у людей, может быть, у подруги, может быть, если нет, то в принципе. И хотели бы, вероятно, уважения к себе. Хотели бы, вероятно, к себе более такого, ну, адекватного отношения. И вас прекрасно. Я понимаю в этом. Вот, это абсолютно нормально. И если... Опять же, это приводит нас к вашей... своего рода реализации. своего рода... тому, как вы... воплощаете в реальном мире свою... свою природу. Вот. Что вы для этого, условно говоря, делаете? Ну, и... делаете ли вы, вообще, для этого, что-то? Может быть, вы ничего для этого и не сделали. Чтобы как-то вот в лучшей степени, может быть, о себе заявить. Хотя это было бы крайне важно и полезно для вас. Я, к сожалению, не знаю, что... кто вы, я не знаю, чем конкретно вы занимаетесь. Вот. И... соответственно, я не могу пока что давать вам какие-либо рекомендации. Но... полностью уверен, что если мы на это обратим внимание, если мы с этим поработаем, вам куда легче будет выстраивать личные границы с другими людьми. Хотя бы потому, что вы будете чувствовать то, что вам интересно, вы будете ощущать то, что вам нужно, что вам нравится, что вас привлекает. и наоборот, что вам не нравится, что вас не привлекает, ничего вы не хотите. Но это индивидуальная работа. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. желаю вам всего самого доброго и удачи.